Подписываемся, делимся роликом, жмём на сердечко для энергообмена, взялаем кофе и разошли, значит присаживаемся, значит вам здесь что-то нужно. Расклад на одну позицию, с кем-то из-за него буду очень рада. Когда жить, если не сейчас? Когда жить? Здесь показано, смотрите, как за вами наблюдают, за вашей ресурсностью, за вашей стабильностью, да, очень много хитрости, подлости, лицемерия. Так готов кто-то здесь вашего оттяпать кусочек, да? Не ступайте никакие сомнительные сделки, не подписывайте никаких сомнительных договоров. Здесь, смотрите, 2-го, 7-го, 9-го, 27-го числа кто-то пытается от вас что-то оттяпать. Знаете, кто-то захочет вас обхитрить, всё время следят за вами, как вы живёте, чем достигаете, а вы ещё стоите, вы ещё не сдались. Никого ж не волнует, каким макаром достаётся. Главное, результат. Когда жить, если не сейчас показано? Когда? Да, крысы, крысы, крысы жить не могут без вас. Вы такие съедобные, вы такие вкусняшки. У вас есть как обсудить, обсосать вас. Смотрите, только и говорят о вас. Так вас поносят, а время идёт, показано, ну-ну, давайте. Вы же, как это называется, не обговорив, не проживёте и дня, вы же больны. И, показано, время идёт, а люди не угомонятся никак. Почему? Потому что здесь Ирида, женщина, которая умеет любиться, нечистая, воздушная. Знаете, вас здесь пытаются за зимой, чтобы подняться в ваши глаза. За счёт вас подняться. Кого обесценивают Ириду, богиня любви, женщина, которая ресурсная, стабильная, сильная. Когда жить? Сейчас живите? Чего вы переживаете о сплетних разговорах? Это ваша жизнь. Если вы сейчас не начнёте жить, то когда? Да, вы достаточно чистые. Вы что хотите? Вы считаете, что все они без греха? Или все такие честные? Никто не совершает ошибок, только вы. Живите сейчас. Вы императрица. Женщина имеет свою ситу, своё влияние общества. Женщина, которая умеет давать советы, которая тянет за собой людей. Очень сильно уверенная в себе. Я стабильная, ресурсная. От 35 до 65. И это не иллюзия фонтана. Это ведьма, ведомый человек. Она не летает в иллюзии. Она, смотрите, она и выглядит моложе. Она красотка. Она воплощает свои мечты в реальность. Она живёт сейчас. Она не живёт прошлым. Она живёт сегодняшним днём. Настоящим. И она не меняется. И она не меняется. Она живёт настоящим. Одну секундочку. Внучка ж не даст поговорить. Надо ответить. Одну минуточку. Моей внучке надо ответить. Надо жить сейчас. Сейчас. Не пытайтесь кого-то отзеркаливать. Вы говорите, вас же хватает духовности. Вы говорите, вы знаете, я даже так сказала, женщина ведомая, которая умеет пользоваться травами, заговорами, она действительно молода, красива, но она никому не желает славы, у нее хватает энергии духовности, она страшна, она умеет любить, она умеет ценить, а жизнь ее показана, раздирает на части. Возле нее есть человек, у нее есть человек рядом возле нее, который ей манипулирует и сосет. Она говорит, а когда жить, если не сейчас? Я хочу любви сейчас, хочу, чтобы мы объединились, чтобы мы были счастливы. Он загоняет вас в угол и сосет вас, разбивая вам сердце. А вселенная говорит, это ваш путь, он тернистый такой. Он ссадник, который скачет вечно на коне, он любит себя и только себя заставляя вас хандрить. Человек вечно, знаете, любит такой галантный, может красиво ухаживать, особенно при всех показывая, да, или говорит, что у него вот такая женщина, она все умеет, да, а когда наедине говорит, зачем тебе это, зачем тебе это, зачем ты пошла, сделала реснички, зачем ты пошла, сделала маникюрчик. Считает, знаете, при всех он такой галантный, а наедине он готов вас заземлять. Шут, Гороховый. Не более считает, что он правильно, он так запутался в лабиринте своем. Вы что, его поймали на изменах? Любит праздники, шабаши показано. Ну, типа, живет сегодняшний днём. Любит внимание женщин, а вы говорите, не-не, дорогой, я не буду быть в состоянии пустоты. Мое время выбирать. Мое время выбирать. Вот вы будете выбирать. У вас есть ключик от новой жизни. Вы будете действительно выбирать. Кто-то пойдет в новые отношения. Смотрите, судьба новая. Смотрите, вы остались в состоянии, как бы, жертвы, внутреннее состояние пустоты. Вы постоянно работаете, да, нету легкости, как бы. Но смотрите, вам дается ключик для судьбоносных событий. И вы этого не пропустите. Ух, вы перепишите книгу Акаши и измените. Вы выйдете из состояния одиночества показанного. Вы этим человеком общаетесь через интернет. Показано сейчас, может, как все равно тупик, нет возможностей, но здесь последствия, бумеранги. Вы научились себя ценить и любить, а человек сидит и вводит на луну от того, что нет вас рядом. Смотрите, два разных человека. Один человек возле вас, другой человек, который вас сосет, который не дает вам ясности конкретики. А другой, один постарше, другой помоложе. Помоложе просто вас любит, обожает. Такую, какая вы есть, а которая постарше вас не оценивает. О, же мой. Молодой у вас просто как глоток воздуха. Он для вас готов, все, он дома готов, дать все. А постарше, смотрите, только треугольники, траляля, погулять и все. Считать, что это нормально. Здесь ревность, страсть. Знаете, молодой человек от вас очень зависим. Он никогда не видел такую женщину. Поэтому не сидите в болоте со старым человеком. Ставьте точку, идите в новые отношения. Это очень важно. Вы знаете, что такое счастье, что такое любовь. А то этот холод, озноб, да, где человек не признает своих ошибок, не считает себя виноватым. А вы думаете, он поймет, примет он это, что он неправильно поступает со мной. Ведь я хочу жить сейчас, время-то идет. Он холодный по отношению, который постарше холодный по отношению к вам. Но вы воительница. Воительница. Он прекрасно понимает, что вы для него как, знаете, не сосете его, а он говорит, ты моя погибель. Это человек, который постарше. Потому что вы умеете сдачу давать. Вы не прогибаетесь. Вы говорите ему, мне нужны правильные отношения, я это получу. Не с тобой, так с другим. И я не буду сидеть в этом болоте. А ты можешь наблюдать, сидеть на других аватарках. Мне все равно. Я пойду там, где меня будут любить и защищать. Вы будете с мужчиной, с которым вас будут любить и ценить показано. Он может быть доктором. Человек, который готовит с надобья. Или аптекарь, или доктор. А этот? А этот пусть сидит. Мудрый, осознанный. С побитой головой. У него проблемы с головой показаны. Потому что любит себя такой, знаете, старых этих. Я живу так, по своим правилам и принципам. Как род мой жил, так и я живу. А у него там показано перекрытие. Породом участку надо делать. И там постарше которому. А вы говорите, я встала бороться. Я пойду там, где меня будут любить, ценить, кладываться. А вы пойдете. Скажете, нафиг мне быть в состоянии жертвы. Я должна закрываться от чувств. От любви. Нет. Я этого получу. Вы поставите точку. И тот мужчина, и вы. Показано. Мужчина готов кладываться в вас. Знаете, такое чувство, что он может открыть аптеку, пару аптек. Все знания, опыт показаны. Ох, как красота. Вот молодой человек, с которым вы будете показывать, он или аптекарь. Человек, который готовит с надобием, или химик. Может быть, врачом. Человек, который умеет любить и ценить. Вы для него как солнышко, как путеводитель. Когда же жить, если не сейчас, правда? Говорит, проявите инициативу. Вот она, будь семья. А будь семья, будь семья. Потому что заскал бы хоть солнышко, прояснение ситуации. Ключик, замочек. Вы найдете ключик для того, чтобы отпереть. Вы откроете сердце и душу. А кто-то говорит, у меня здесь тупик. Тупик. У нас все закрыто. Да, тупик. Потому что вы не хотите любить. Вы, знаете, наполнены любовью, но вы не можете ему дать. Вы должны двинуться вперед, улететь, ускакать. Открыть сердечко свое для любви, для счастья. Вы с человеком разговариваете в вечернее время, показано. У вас будет выбор. Выбор. Вы будете выбирать. Вам придется выбирать. Да. Один человек едет к вам на корабле, показано. Вы словно ждете, 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 ждете. Ох, какая встреча будет с подарками, со всеми. Это карта предложения, карта справедливости. Где все по-честному, все по-правильному. Будет страсть, любовь. Какая классная карта. Люблю. Вы действительно влюбитесь в человека. Вы решаетесь в ваших планах и проектов. Планетарные карты. Как меняется месяц луной, зима с осенью. Мы работаем на отношениях. Здесь показано, может, человек будет с ребенком, или вы, или он. Вы откосите все болезненные ситуации, да. Порешайте все вопросы. Он возьмет все на себя, поставите точку. Человек прошел через многое. Через потери, вставания, болезни показано. Человек очень много потерял, показано в своей жизни. Вы словно, знаете, как похожи будете. Поэтому позволите себе жить здесь и сейчас, а не летать в иллюзиях, где нет конкретики. А значит, пришло время жить. Что нам скажет еще вселенная, да? Кот, который манипулятор. Вы заведите кота. Вы плачете, переживаете. Не надо плакать. Не надо. Да, показано. Я тут плачу. Не надо. Гнездышко пустое. Огонек. Огонек, который никогда не укаснет. Надежда. И вы ощутите легкость и свободу. Если вы сейчас даже находитесь в состоянии одиночества, вы ощутите свободу. Вас будет любить такой, какая вы есть. Человеку будет все равно, какая вы. Вы для него, знаете, воздух, как ветер, да, до которой человек не может дотронуться, прикоснуться. Но вы здесь подарите человеку. Любовь показана. А кто-то совсем сомневается. Вы не научились балансировать энергии своими. Вселенная для некоторых бросает камень. Если вы не научитесь жить сегодня, вчера, вы своей жизни ничего не получите. Сказала Вселенная, я вас тогда сравняю с землей. Вы ресурсные. Перестаньте раздавать свои ресурсы и плакать. Вы должны пойти или в новое, или завершить старое. Вы должны быть продолжателем своего рода. Знаете, зачем жить темнее в конкретике, не в ясности, если можно самим что-то изменить. И это все зависит только от вас. Только от вас. Поэтому меняем все то, что нам не дает двигаться. Идем туда, где нас любят, ценят. Прошло время жить. Зачем завтра, если можно сегодня?